Миллионы туристов едут на курорты Краснодарского края, прежде всего, на море. Комфортный пляжный отдых и ничего лишнего. Вот к чему должны стремиться власти прибрежных городов. На краевом уровне сформированы единые стандарты. По пляжному отдыху запланировано продолжение работы по классификации пляжей. Кстати, здесь хочу отметить очень активную динамику по Анапе. В общей туре краевой значительно реализуемая именно классификация добровольного пляжа. Мы говорим о единых стандартах, которые были разработаны к оформлению пляжей. Гораздо сложнее искоренить причины для многочисленных жалоб отдыхающих. Незаконная торговля на зоэлевый прокат плавсредств и автомобили у береговой линии. Ограничения, которые вводит администрация, как под лупой, рассматривают и оценивают контролирующие органы. А нужна единая позиция в этом вопросе. Мы сегодня для себя должны иметь такое понимание или на совещании в протоколе указать. То есть мы ограничиваем доступ или не ограничиваем. То есть мы не ограничиваем доступ спецтранспорта туда, спасатели, пожарники. Полиция, скорая помощь. Не ограничиваем. Но тогда всем остальным надо ограничить доступ. Нечего там делать на этой пляжной территории. Тем более законодательно этого делать нельзя. Не место для дикого отдыха и Бугасская коса. Убрать таблички, запрещающие купание. И поставить спасательные посты. И запретить въезд к транспорту. Планы на предстоящий сезон. Кристоф Русанович, работа эта ведется. Мы надеемся на то, что мы к сезону успеем. Потому что мы очень торопимся. Со стороны департамента имущественных отношений. Очень много вопросов они задали. От схем, от всего. На сегодняшний день они выделяют полосу земли. Где-то в районе 5 гектаров. Где будет построена парковка. И мы максимально постараемся, да не постараемся, так и будет, не запускать транспорт, как задачу ставил губернатор на Бугасскую косу. Пляжные территории в этом сезоне на особом личном контроле главы Анапы. К арендаторам пляжей муниципалитет предъявляет ряд требований. Это и доступность для маломобильных граждан, исключение услуг общественного питания и торговли. Юрий Поляков добавляет. Прекратите городить заборы на песке. Я обращаюсь ко всем работникам здравницы поиск пляжной территории. Давайте мы все вместе министру доложим, что заборов на пляжных территориях не будет. Ну послушайте, у вас есть чок, у вас есть охрана, у вас есть спасатели золотые пески. У вас, по-моему, там забор 2-2 метровый. От кого вы прячетесь? От людей, от народа. А народ мы получаем тысячи жалоб. Почему я не могу зайти? У вас есть люди, пусть они объясняют, почему не могут зайти туда. Потому что это ваша территория, все неправильно. И обращаюсь ото всем, чтобы заборов там не было. Совещание было продолжительным. Подготовку к сезону рассмотрели буквально со всех сторон. В следующих выпусках мы расскажем о других темах.